Я хотел бы начать нашу встречу с выражением глубокой благодарности вам, всему коллективу Министерства иностранных дел, за не просто защиту государственных интересов Российской Федерации, но и за очень сильный интеллектуальный класс, международную дискуссию по вопросам, имеющим отношение к самой сути человеческого бытия. Вот когда дипломатия сопровождается еще способностью формулировать мировоззренческие важные позиции, то она в любом случае возвышается над обычной рутиной, всеми протокольными делами, которые сопровождают, конечно, внешнюю деятельность и оказывают реальный интеллектуальный вклад на сознание людей, на состояние умов. И вот эта ваша работа, она замечена и высоко оценена Всемирным Русским Народным Собором. Я хотел бы вручить вам этот диплом за... Может, вы, может, почитаете с тем, чтобы точно формулировка совпала с тем, кто в год. Премией Всемирного Русского Народного Собора награждается министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Викторович Лавров за вклад в сохранение мира, борьбу с международным терроризмом и христианофобией. Сергей Викторович Лавров за вклад в сохранение мира, борьбу с международным терроризмом и христианофобией. Спасибо. К деятельности Министерства иностранных дел Российской Федерации, которые вы возглавляете. Еще раз огромное спасибо. Очень спасибо. Спасибо. У нас после окончания Евгения Максимовича Кривакова, нашего выдающегося государственного политического университета, академика, занимавшего посты правительства и моих академических институтов, службы внешней разведки, но и, конечно, главе Министерства иностранных дел. И как часть полученных президентом Мерсом Викторовичем в памяти Евгения Максимовича, было решено выпустить медаль Кривакова. Это награда, которая имеет сейчас четвертый номер, руководители, советская часть государства, руководители нашего государства. Этой наградой уже достойно. Мы хотели бы, чтобы вы у нас прибыли, благодаря вас. Почитаю память. Евгений Максимович очень был близок с ним и по должности председателя отдела внешнецерковных связей в связи с теми должностями, которые он занимал, но и потом стал патриархом. Причем, должен сказать, что это не только было чисто рабочее, замечательное общение с ним, но и чисто человечеством. Он был в том числе и носителем важных интеллектуальных импульсов. Вечная ему память, светлый человек, который в трудное время для нашего отечества сыграл очень важную политическую и вообще миротворческую. Продолжение следует... Серафима Саровского, второй степени. Позвольте включить. Благодарю вас за ваши замечательные труды. Мы постоянно с вами вместе. Ни один вопрос касающийся из Лижнего Востока не обходится в взаимодействии с вами. Ну и я возлагаю на ваши признатия в Огненной Высоковой Русской Славной Церкви и по обычаю провозглашаю на греческом языке. Аксиос. Достоин. Аксиос, аксиос, аксиос.